когда мы работаем особенно с крупным портретом так принять почему я вас теперь всех не вижу вот теперь всех вижу то есть смотрите когда мы работаем женским лицом вообще с любым лицом не только женским очень важно работать с правильным светом и например когда мы снимаем мы используем деленные световые схемы и кому-то схемы одни подходят а кому-то нет вот это например очень сложная схема потому что она сама по себе тоже будет давать вот эту суровость эта схема очень хорошо подходит мужчинам женщинам не всем женщинам вот таким так чем-то опять меня не показывает так начать видео я как-то сама себя хочу видеть вот вот такие схемы подходят вот таким ну скажем девушкам с красивым и с хорошим лицом почему потому что эта схема тяжелые не для каждого лица то есть когда мы снимаем важно понимать что вспышка это не просто посвятить на лицо это задать направление света вот сейчас тут я вам покажу это мы сами соорудили вот смотрите мы повесили наш к на шкаф черные флаги для того чтобы видите вот это затемнение с боков это черные флаги свет подается на 45 градусов он обеспечивает мне блик из-за того что мне никто не помогал галя самой пришлось держать отражатель для того чтобы избежать вот этих вот излишних теней под подбородком и под носом то есть вот это вся конструкция я понимала что я делаю понимаете какая штука то есть это не просто взял фотокамеру и вот знаешь галя здесь очень смеялась но это того что в итоге как только да она выводила этот отражатель и сама схема видите получилось очень даже такое вот сурово вот сбоку здесь видно да вот у меня один флаг сильно виден вот так она держит отражатель вот он подается свет то есть что хочется нанести очень важно направление света и если иногда кажется со стороны что-то очень просто тут совсем непросто то есть вот здесь для того чтобы лица выглядели интересно нужно подавать свет нужно работать со светом для того что любое некачественное понимание работы со светом или какие-то другие нюансы могут приводить тому что да если допустим будут шумы на лице шумы на лице всегда добром добавят возрастишки уж простите поэтому лицо должно быть чистенькая все шумы будет плюс возраст поэтому и чем постарше люди тем схемы более мягкие чем моложе мы можем короче ну повыпендриваться с какими-то жесткими историями но это вот каждый смотрит типаж а теперь вот эта интересная история о том как я делал амбротипию и я вам покажу результат амбротипия это по сути тот же процесс как вот я показала вам фотографии вот этой семейной пары амбротипия датируется вот эту технологию который использует мастер вы сейчас я включу видео обратите внимание на лицо мастера потому что я потом тоже покажу его лицо на амбротипии ну и покажу свое это технология тысяча восемьсот шестьдесят первого года его сейчас технологии отличается только тем что он не заставляет держать длинную выдержку а используют вспышки но потому что народ не выдержит то есть пойти вот он понимает что современный народ не может вот так сидеть замирая и для того чтобы не портить за зря стеклянную пластину фото делается на стеклянную пластину используются вспышки ну вот такое как бы современная модификация то есть вот посмотрите обратили внимание да но вот на 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 лицо мастера я вот у нас идет такой подготовительный этап сейчас я вам покажу как потом проходит вот здесь крайне интересное мероприятие я получила от процесса огромное удовольствие видите как место волшебства все в тазиках вот это вот по старинке проявляется вот это стекло внутри видите но в кассете было вот так делались те фотографии либо на стеклах либо на пластинах вот той семейной пары которые вы видели ранее и и вот той же девушки в свадебном которую я вам тоже показала ранее вот это в общем то по сути вот этот процесс вот видите вот сейчас пресс начнет происходить за счет реактивов проявления вот видите уже появилась я потихоньку на этой пластине вот видите идет проявление вот 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 таким образом это все происходит и так это происходило в прошлые времена вот видите вот она я проявилась большой серьезно это все процесс я не могу сказать вам сколько стоил по тем временам фотографии насколько это было относительно ну скажем среднего дохода но я думаю что люди не улыбались еще только потому что но они одну пластину могли себе позволить а уже десять это знаете барская роскошь вот 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 так это все видите получается позже туда будет подкладываться бумага поливания за поливаниями идут видите вот как вот происходит это по-своему интересно проявка то есть мое лицо вы тоже сейчас видите эту фотографию я делала год назад зимой в питере и теперь та-ра-ра-рам пам-бам-бам это я я думаю что мне здесь лет пятьсот Юля как-то подеряла совсем до речи совсем перестала у нее как-то начал нервно дернуться от смеха глаз видите здесь я себе поубирала немножко вот как бы ну вот хоть как то да вот эти вот световые заломы поэтому я к чему делать вывод что они были совсем уж древние понимаете вот хотите я сниму вот сейчас вот вы меня сейчас видеть вот так вот так меня увидел вот тот фотоаппарат то есть я почему думаю что лет десяток людям тот тип съемки а он был такой вот он был но других особо не было добавлял и делать выводы что они были все суровые ну потому что вот они ну я я бы не делала нужно как минимум несколько источников для того что прийти к такому выводу я вам не зря сказала посмотреть на фотографа вот фотограф это он себя сфотографировал это такой тип съемки точно не могу сказать здесь сколько этой девочки но что она здесь суровая ну мне надо думаю что не нужно вас убеждать это во первых вот эта черно-белая история вот именно в такой передаче за счет вот таких переходов добавляет вот этой вот ба-ба-ба-бам если можно так сказать поэтому я надеюсь что я где-то немножко спасла тех людей которые когда-то фотографировались которым ну приписывали что они там прям вот это такой подход тогда это длинный вы а вы попробуйте 15 секунд или 10 хотя бы секунд посидеть не замирая снимите себя на видео в этот момент до того и губа дёрнется и глаз подёрнется это момент смаза вот и всё он неспроста делает это сейчас со вспышкой потому что для того чтобы убрать момент брака технического и чтобы не было ну как бы излишних затрат на пересъёмку из-за смаза и мы с вами подошли уже почти близко идём к завершению снимаем национальный костюм музея и вот это мои фотографии которые я посещала выставку она была посвящена переселенцам в Сибирь с разных краёв и вот я про то что вы наверное сами многие снимали в музеях и знаете что это такое да там есть свои плюсы и свои минусы но тем не менее для того чтобы ну вынести что ты там посмотрел такое должно быть обращу ваше внимание я снимала без вспышки на полтос но у меня полтинник светосильный объектив и в принципе за того что объектив легкий я могла себе ну позволить там выдержку одна пятидесятая одна там даже сороковая костюмы не бегали не прыгали поэтому в принципе в общем то такую передачу детализацию я обеспечила я обращу ваше внимание вот на эту именно фотографию сейчас в большей степени чем на другие видите что вот они музейные вариации и явно вы понимаете что они вот съемка здесь была ну более сложная из-за того что они застекломы это дает ну свое искажение так сейчас я переверну вот сюда в бок вот поставлю и это не те же самые костюмы но они очень похожи это семейские это семейские старообрядцы Забайкалья и вот видите насколько уже интереснее смотрится костюм когда он на живых людях насколько вот уже начинает играть история понятно что в общем то музей нам тоже нужны но когда мы те же ну практически те же самые костюмы видим на людях они играют новые начинают новые истории и сейчас я вам покажу да во первых а вот теперь те же самые костюмы которые вот вот я просила вас на них посмотреть да это я буквально сегодня взяла с интернета открылась новая выставка и вот ну они тоже могут выглядеть и так поэтому я ничего не буду комментировать я думаю что вы понимаете что я хотела сказать вы и так все понимаете то есть в общем то если как мне недавно сказали что хороший мастер он на любой фотографии увидит классный костюм допускаю вообще верю свято тут другой момент если костюмы изготавливаются только для мастеров вот для такого какого-то небольшого круга ну тогда это просто ну некий кружок по интересам и о том что люди не знают традицию не хотят интересоваться национальным костюмом обижаться не надо вот просто не надо обижаться ну вот кружок по интересам значит кружочек по интересам если в общем то мы хотим донести что-то на аудиторию то конечно я думаю что над контент ну то что называется контент надо работать вот тоже я представлю вам то что я сняла в музее этнографии в Санкт-Петербурге это белорусская серия и видите здесь вот в некоторых комплекты им удавалось комплектовать с обувью а некоторые комплекты ну по всей видимости они не могли найти и видите вот здесь комплект уже без обуви да не получилось по всей видимости найти вот здесь тоже самое вот найти такие варианты поэтому и в живую и даже для музейных экспонатов дайте зачастую это не удается найти а я здесь хочу вам показать я была еще в разделе очень многим известной госпожи Шабельской сейчас я вам покажу лучше сразу здесь и это собрание ее русских костюмов я думаю что прям очень многим известно эта коллекция и обратите внимание что уже в тот период когда она собирала свою коллекцию она приходит к тому потому что эти костюмы надо отснять и то что на людях естественно интереснее смотрятся эти костюмы и она в качестве модели использует своих вышивальщиц и здесь я вам покажу буквально пару фотографий и здесь видите опять же да вот это вот свадебный венец это это то что называется вот я показывала вам в своих фотографиях русский север и видите внимание почему девушки смотрят не на камеру это тоже еще длинные выдержки и когда отводишь взгляд в сторону выдержать не шевелясь гораздо легче нежели напрямую то есть еще и поэтому это происходит то есть смотрите у них даже и вы все фотографии если этой коррекции посмотрите практически у всех у них отведен взгляд в сторону потому что так полегче да вот это время продержаться то есть здесь еще вот такой момент если не верите проэкспериментируйте сами поставьте на запись перед собой телефон и попробуйте продержаться не моргая впрямую и попробуйте увести взгляд в бок а потом просто видео вам честно скажет вы вообще выдержали это или нет хотя бы 5-6 секунд не шевелясь и тогда он откроется почему они так делали есть еще технический момент и я вам хочу показать несколько фотографий это с выставки шабельской то что я сняла там естественно понимаете что я везде здесь выравнивала баланс белого я это снимала тридцать пятым объективом это объектив легкий он позволяет мне держать с рук где-то даже одну сороковую то есть я не сильно задираю ISO и не сильно ну в общем-то даю зажимание по диафрагме возможно эти всякие вот сейчас неприличные слова для многих ну для кого-то будут сложны тот кто фотографирует они поняли что я сейчас сказала ну наш сегодняшний вебинар не посвящен обучению фотографии то есть если вы потом хотите узнать то есть ну выучите что это значит а теперь смотрите о том еще даже вот чем я вдохновляюсь когда делаю я люблю делать а-ля псевдо длинную выдержку и вот это заимствование я думаю что вы видите легко откуда я взяла вот это заимствование это фотография прокудина горского это действительно цветная фотография начала века кто знает работы прокудина горского чем уникальны его фотографии в том что он делал реальный цвет а не раскрашивал да но сразу скажу что на сегодняшний момент наши технические требования к фотографиям больше и конечно вот уже такой вариант если сделает современный фотограф ему скажет пацан или девочка что-то мало на сегодняшний момент невозможно не учитывать те технические возможности которые мы имеем однако вот я в своих вдохновлениях очень часто отталкиваюсь от работ великих мастеров вот я хочу вернуться к этой съемке опять я повторюсь я здесь вот убирал эту лишнюю железку выравнивала баланс белого то есть все какие-то дырки грубо говоря которые были на для чего нам нужен фотошоп порой для того чтобы залатать короче какие-то дыры скажу проще вот здесь я еще состаривала плитку таким образом и за того что вспышка подавалась на лицо лицо четкое видите юбка идет в размаз это потому что импульс не добивает и юбка подразмазанная юбка всегда дает вот это вот ощущение окружения то есть я сознательно я понимала что я делаю и для чего я это делаю то есть лицо видите у меня резкости потому что импульс долетел то есть я к тому что вспышка это не просто осветить это создать определенный эффект вспышка дает у нас на импульсе определенный эффект заморозки и понимаю куда мне эта вспышка прилетит а куда не долетит я создаю определенные эффекты вообще оптические эффекты наше все это вот опять вопрос к нижнему ракурсу здесь нижний ракурс создавался по двум причинам это во первых возвеличивание второй момент вот видите я передним планом листиком прикрываю потому что там вот видите здесь вот эти бетонные штуки это вот уже современный ремонт его нужно было как-то прикрыть то есть вот помимо того что это вот я здесь прикрывала вот эти вот и сзади тоже уже такие были современные латки то есть моя задача была найти то есть они не просто там встали я к чему вот вообще не просто так я приезжала заранее я знала где этот дом находится я выбирала ходила прикидывала потому что там идет некий подъем и для того чтобы у меня уместились вот этот наличник и мои девушки мне нужно было вот такой баланс найти по этому месту для того чтобы вот у меня все срослось потому что здесь может быть не видно сейчас я вам покажу здесь сейчас я думаю практически уже можно все оставить даже без комментариев то есть видите те или иными способами во первых да это вспышка это чистый свет на лицо у меня их здесь две нижний ракурс для возвеличивания для того чтобы вот еще сопрячь с вот этим то есть фотография как костюм каждой детали нужно подойти серьезно и сразмеренно понимаете у меня вот не просто там вот поваляться да вот по осени по холоду вот этот каремат я тоже притащила ну вага на машине да вот это тоже притащить чтобы полежать хотя бы в куртке уж не совсем то есть это не просто вот такое развлечение это все вот делается ради кадра хотя вот если так посмотришь вот этих всех трудностей я понимаю сразу и не видно но смотрите здесь еще раз в чем сложность съемки национального костюма он сам по себе очень сильный игрок как правило очень часто много ярких красок в аттракции и в искусстве у нас есть всегда фигура и фон то есть если что-то фигура то все остальное фон вот если здесь какое-то лоскутное одеяло повесить это просто все потеряется то есть главная роль всегда ну простите одна вот из построения кадра как только начинается мешанина начинается бардак и фотография тоже вот этот момент убрать лишний сейчас я сдвину тоже покажу вам здесь с этого края вот что я здесь убирала вот здесь видны нумерация цифр и видите здесь не совсем аккуратная была история по но еще не доработали этот сарай это музейный грубо говоря на территории музея находится наверное это амбар правильно назвать и вот видите я дорабатывала вот эти все кусочки убирала вот эти цифры для чего для того чтобы они никак видите вот у меня сходятся с юбкой и это сразу бросается в глаза мне нужно чтобы акцент был только на девушке никакого излишества которое ненужного излишества не было в реальной жизни вот добиться тогда знаете ну мне ж никто не будет это чинить ради того чтобы я пришла на съемки мне благо в музей пустили уже спасибо то есть вот эта сара это музейная ну амбар я его нехорошо сараем называю то есть видите вот эти штуки то есть это вот вы уже догадались где я говорила вернее где я взяла такое вдохновение во первых вот эти все такие фактурные поверхности они очень хороши для национального костюма почему потому что они с одной стороны имеют фактуру а с другой стороны они не перебивают главного героя они вот очень хорошо сопрягаются друг с другом яркий костюм понимаете здесь вот ну предположим да вот как у нас на некоторых фестивалях вышли в костюмах а сзади какой-то яркий фон и все слилось воедино то есть вот этот момент мы должны понимать на каком фоне и какой фон будет выигрышный мы уже с вами подходим к финалу мне хочется сказать об этом замечательном человеке Сергей Михайлович Прокудин и Горском именно он ввел понятие родиноведения о том что он поставил для себя задачу объехать огромную Российскую империю сделать кадры потому что чтобы рассказать всем остальным какая она прекрасная какая интересная и я хочу немного сказать его методе и опять же объяснить что девушки таким столбом стоят у него это во-первых длинная выдержка а во-вторых как он добивался получения света вот видите у него вот здесь вот тут видно через камеру проходили три пластины через фильтры то есть он грубо говоря делал три снимка через разные фильтры поэтому тот кого он снимал должны быть были недвижимы потому что ему нужно было сделать три штуки ну одного и того же ракурса объекта поэтому никаких там вот они замерли и вот они вот эти вот три снимка делались и между собой эти пластины складывались и таким образом возникал цвет поэтому улыбаться чего-либо делать просто технически было ну просто невозможно в этом еще причина то есть у многих моментов вот при съемке как люди выглядели есть абсолютно банальная вот эта техническая причина представьте вот они замерли он одну пластину снял вторую третью пластину снял вот они как бы три снимка разные фильтры и вот видите практически везде вот таким образом у него стоят люди достаточно зафиксирован но это на человека он просто на тот момент сделал революционный подход к цвету он уникум в своем роде то есть цвета до сих пор поражают нас как будто он тогда только за счет трех фильтров добился необходимого результата но сегодня просто естественно требование выше и мы уже хотим большего мы хотим и юбку движения мы хотим ощущений и для того чтобы фотография стала вот таким транслятором и мне хочется сказать вам еще об одном человеке это Иван Болдырев это тоже источник моего вдохновения и сказать о чем вот мы с одной стороны говорим о национальном костюме а я бы наверное правильно все таки говорила не про это я бы все таки говорила о съемке людей в национальных костюмах потому что вот он снимал не костюмы вот поэтому у него и фотографии он людей снимал он историю рассказывал то есть опять же к вопросу что когда ты берешь камеру что ты снимаешь зачем ты это делаешь и вот в нем есть истории и мне хотелось бы сейчас я для того чтобы мы могли еще это потом перечитать я сдвинул мне хотелось бы вот этих два момента вам гласить что в 1878 году он предложил новый тип фотоматериала мягкую пленку такую пластину да и что она была очень удобна и по характеристикам хороша обращу ваше внимание на вот этот год сам булдырев он себя в большей степени считал именно изобретателем а не фотографом и вот он еще сконструировал моментальные фотозатворы которые признаны лучшим однако была такая проблема в силу отсутствия денег он не мог зарегистрировать патенты я уж не знаю по какому количеству своих изобретений короче с с фиксацией документальной были были проблемы может быть поэтому я не знаю то ли он других казаков не попросил денег из гордости может быть попросил ему не да в общем короче как то помощи он не получил тех денег которые были необходимы почему я обращаю внимание на два этих года эти даты не дают мне покоя 1878 год Джордж Исман регистрирует свои пластины я никого кажется я не знаю возможно два изобретения были сделаны параллельно может быть возможно и так но вот эти даты сухие пластины которые Гилет Болдеров и Джордж Исман один год уже 1808 год когда идет фотокамера которая в принципе промотируется как для массового пользователя 1888 год я вас тогда верну к этому вопросу да 1889 год он представил затвор понятно что там с регистрациями то есть мы уже почти скоро заканчиваем нам хватит времени то есть смотрите параллельно происходят достаточно важные события и может быть если на тот момент бы Болдерева поддержали наша страна уже по-другому с точки зрения изобретения и вообще доли вошла бы в фотографию мы Болдерева мало кто знает а вот компания Кодак знают все и вопрос вот как бы вот да если бы возможно я думаю что Болдерева тогда бы поддержали вообще ситуация на рынке фотодела была бы наверное совершенно другая и вообще значимость России была бы наверное совершенно другая если бы на тот момент кто-то бы ему помог простите деньгами для того чтобы он зарегистрировал свои патенты вот то что я хотела сказать наш с вами разговор подходит к концу я благодарна всем продержавшимся до нашего завершения что могу сказать я надеюсь этот момент был для вас полезен если кто-то напишет отзыв я буду конечно очень признательна вам за это кто захочет у меня сфотографироваться welcome кто захочет учиться ну так сказать опять же welcome все что умею расскажу покажу и собственно скажу и подытоживая скажу о том что очень важно детально и качественно подходить ко всему процессу в целом относиться к фотографии как костюму созданию хорошего костюма и тогда и фотографии будут такие ожидать от того что как бы я вышел так и что-то само по себе не будет понимаете если вместо рукава пришьется непонятно что или какой-то кусок ткани это рукавом не станет фотографии то же самое спасибо всем большое если есть вопросы сейчас задайте у нас осталось ну буквально 7 минут если есть вопросы я на них отвечу это птица говорим закончила говорить так что в общем то если есть вопросы спросите меня кто-нибудь что-нибудь про них поэтому так а я пока минуту подожду если если так сказать я рассказала все то то тогда то тогда все в общем то есть вопросы может кто-то что написал я не вижу вопросов нету по крайней мере в чате вопросов сейчас группе глянем ну тогда я завершаю все мы не будем тянуть этот момент спасибо вам девочки огромное всего вам доброго я надеюсь что ту информацию которую я поделилась будет вам и полезно и наверное заставить на этот вопрос уже с каким-то новым таким свежим взглядом вернуться туда я заканчиваю